Во вторник в замке Ливонского ордена состоялось торжественное подписание договора, ознаменовавшего начало шестой очереди проекта развития водного хозяйства в Венсполсе. После строительства пяти объектов еще 130 человек смогут воспользоваться услугами централизованного водопровода и канализации. Первые работы начнутся уже в апреле. Продолжая начатое в рамках шестой очереди проекта развития водного хозяйства, будет вестись работа на пяти объектах на улицах Робежу, Затю, Мазе, Апрежу, Терветес и Узворос. По словам руководителя предприятия «Удыка», общая стоимость проекта – 870 тысяч евро. В отличие от прошлых лет, в этот раз европейские средства доступны только на строительство канализационных сетей. Поэтому в строительство водопроводной сети предприятия планируют вложить свои средства. В любом случае эти расходы не настолько велики. За пять очередей проекта было вложено 83 миллиона евро из фондов ЕС. Проект предусматривает строительство канализационных сетей протяженностью 2 километра 160 метров и строительство централизованной водопроводной сети протяженностью 1,5 километра. За эти 15 лет мы, конечно, «Удыка» вместе с самоуправлением совершили очень большую работу. И если эти первые пять очередей мы знали, что будем делать, то, если откровенно говорить, то эту шестую очередь мы уже искали объекты, где еще какие дома еще не подключены. И, в принципе, вот, как бы видно было презентации, там по два домика, по три домика, это небольшие улицы, мы видели, где еще можно подключить и подключаем. Вот сейчас, в этой шестую очередь, будем подключать канализацию. И хотя строительство системы водопроводной и канализационной сети в Венспилсе практически завершено, это не означает, что объем работы меньше. После этой уже реализации этой очереди, но действительно можно будет сказать, что организация водохозяйства Венспилса, можно сказать, завершена, и тогда останется просто, ну, большая работа, держать это все на высоком уровне. Благодаря привлеченному финансированию Европейского Союза Венспилская система водного хозяйства стала самой современной в Латвии. Конечно, мы очень благодарны, что была возможность использовать деньги Европы, как из кризионных фондов, и если бы не было бы этой возможности, все равно приходилось бы менять, то есть строить новые водозаборы, и менять сети и так далее, конечно, тариф был бы сейчас намного, ну, раза два или три выше, чем он сейчас на самом деле. Ну, теперь Венспилс одна из самых модерных систем вообще в Латвии? Да, да, можно сказать, что так. Потому что, я говорю, в шестую очередь мы уже не знали, что уже, где инвестировать. По сравнению с другими городами, Юрмала и, например, Елгова, они там многие миллионы, по 15-20 миллионов, вкладывают сейчас водохозяйство, чтобы более-менее собрать всех клиентов, которые у них в Юрмале есть. Поэтому эта цифра, я считаю, одна из самых высоких в Латвии. Процесс привлечения финансирования и осуществления проектов контролирует Центральное агентство финансирования и договоров. Система надзора при этом особо не изменилась. Мы просто учимся на ошибках прошлых периодов планирования. Стараемся упростить порядок выполнения требований по внедрению проектов и процедуре отчета. Большое отличие только в том, что в этот период планирования мы переходим на экогезию. Это означает, что мы переходим на электронное обращение документации. Создана и функционирует система управления, с помощью которой можно подать все необходимые документы, в связи с чем согласование документов происходит намного быстрее. Так произошло и в Венсполсе. Впервые гражданско-правовый договор был подписан электронно, и за этим процессом наблюдали все присутствующие. Этот проект стал одним из первых, который утвердили в рамках программы, и осуществление которого уже началось. Однако в рабочем порядке в Венсполсе и окрестностях осуществляются и другие проекты. Венспол заключил уже семь различных договоров с Центральным агентством финансов и договоров. Мы начали сотрудничество в рамках разных программ. Что касается Венсполса и Венсполского края, то несколько проектов сейчас находятся на стадии оценки, несколько на фазе планирования. Если не ошибаюсь, то где-то 35 проектов в новом периоде планирования планируется осуществить в Венсполсе. Первые строительные работы в рамках шестой очереди проекта развития водного хозяйства начнутся в апреле, а завершатся в 2018 году.